здравствуйте сергей александрович мы находимся сегодня второй день первый этап железный мир клюну соревнований по тяжелой атлетике мы собрались здесь не случайно помимо того что сегодня проходит соревнования по тяжелой атлетике сегодня здесь произошла некая встреча представители силовых видов спорта о которых мы хотели узнать поподробнее давайте начнем с одних соревнований скажите несколько слов по тому как проходит турнир и потом перейдем к встрече ну да действительно серии турниров по тяжелой атлетике железная лига наша традиционная история которая уже пятый год проводится в спортивном публике с Альбером ясно что в начале 21 года мы еще находимся в ситуации определенных пандемических ограничений связанных с той пандемией коронавируса которая началась в прошлом году этим объясняется некий более камерный формат проведения турнира как мы это обычно делаем все знают что в обычной нашей практике все турниры по тяжелой атлетике проводятся на малой спортивной арене на тяжелой атлетическом подиуме на котором установился тяжелой атлетический помост то есть по таким критериям канонным требованиям которые обычно предъявляются к соревнованиям по тяжелой атлетике международного уровня такой формат который мы практикуем второй раз в условиях пандемии он немножко ограничительный вот и тем не менее он от того не менее комфортный мне кажется для спортсмена не менее приятный мы проводим его без подиума но зато в уютном зале дворца спорта салют гераклеон с хорошим разминочным залом который является тренировочным залом тяжелогенетическим в салюте гераклеоне со всеми необходимыми техническими средствами обеспечения этого турнира поэтому с точки оборудования компании верксан сертифицированного производителя технического оборудования тоже так сказать не вызывает никаких сомнений судейство традиционно профессиональная и качественная теми специалистами которые по сути являются универсальными специалистами турнира в российской федерации одним словом качество проведения турнира как обычно мы стараемся держать на высоком и комфортном для спортсменов тренеров участников уровня вот что касается каких-то других критериев но смотрите 127 участников причем мы закрыли регистрацию имея ввиду этот ограничительный пандемический формат и тем не менее 127 участников в отдельных потоках количество соревнувшихся превышает 20 человек как всегда на одном помосте и дети и женщины и любители и мастера тяжелой атлетики то есть вот такой микс формат подлинного спорта когда соревнуются рядом вместе атлеты самых разных уровней подготовки по сути наша визитная карточка и мы будем продолжать и дальше 127 атлетов 17 городов 9 регионов российской федерации не буду сейчас в очередной рассчитывать на невключенности этой серии турниров во всероссийский календарь ну скажем только что в отдельных дивизионах соревновательных уровень конкуренции такой высокий когда буквально там есть не по половине потока по 6 человек претендует на одну метр то есть уровень соревновательных спортивной конкуренции турнира очень высокий а это в свою очередь означает что если бы турнир предполагал например присвоение званий не только кандидатов мастера но и мастеров спорта или открывал свои возможности для спортивной реализации топового спортсмена но остается только догадаться как бы был бы уровень и спортивной конкуренции и спортивных результатов и тем не менее надеюсь что справедливость восторжествует и серия турниров железная лига еще скажет свое слово в топовом формате международной тяжелоатлетической соревновательной практики вот так бы я сказал в вашем вопросе был как-нибудь еще под вопрос если вы помните из меня который касался некого мероприятия которое прошло на полях железной лиги вы знаете я наверное сегодня сейчас на этом остановлюсь не очень подробно коротко я некоторое время тому назад выступал с неким предложением с некой инициативой вот здесь на полях железной лиги гераклеонов собраться представителям тем людям которые активно работают на площадках силового вида спорта вообще тяжелоатлетики в частности работают в таком знаете индивидуальном формате не просто активно а еще и результативно ярко зрелищно многие из них являются помимо довольно недовольна просто крайне популярными интернет-блогерами я просто перечислил фармат вообще выступал с инициативой никого разговора собственно этот разговор касался прежде всего моего предложения я очень коротко чуть позже скажу вот тем людям которым я обращался я просто перечислили никаких участников фамилии я думаю любителям силового спорта тяжелоатлетики многое скажут в этом разговоре участвовали и Дмитрий Клоков и Дмитрий Берестов Кирилл Сарычев и Михаил Кокляев и Василий Грещенко и Дмитрий Ешанкин и Андрей Смольников то есть представители вот разных направлений силового вида спорта которые активно занимаются продвижением реализации собственных проектов на площадке силовых спорта я решил собрать их вот здесь на салюте Гераклиони на полях железной лиги для не какого-то организованного мероприятия а простого разговора который касался возможного ну если хотите такого вектора сотрудничества для того чтобы придать силовым видам спорта это самый достойный статус которого этот вид спорта заслуживает я не говорю сейчас о каком-то не хочу чтобы меня приоритетно поняли о каком-то объединении организации я всего лишь предложил активнее использовать созданную Гераклионом площадку для того чтобы ни у кого никогда не возникало некого дефицита в инфраструктуре для проведения самых разных мероприятий в силовых видах спорта и тяжелой атлетике в частности для того чтобы эти мероприятия были организованы оптимальным образом для того чтобы эти люди которые болеют душой за развитие силового вида спорта не искали каждый раз каких то сказать возможностей так сказать проведения приложения силы или ресурсов для проведения тех или иных своих проектов для того чтобы появилось место о котором мы всегда говорим которое стало своего рода центром силы неким якорем неким в хорошем смысле этого слова театром силы где каждый из тех топовых выдающихся народных артистов в силах видах спорта получил по своему месту в репертуру я скажу так а вот вот об этом был разговор разговор хороший разговор очень товарищеский разговор на мой взгляд конструктивный посмотрим какое он будет иметь продолжение очень надеюсь на то что продолжение сможет порадовать любителей силовых видах спорта и тяжелой атлетике в частности силового экстрима пауэрлифтинга силовой атлетики по крайней мере наше желание именно такое именно этим желанием было продиктовано наша инициатива для того чтобы поговорить о неких общих точках соприкосновения и каком-то возможном совместном веке передвижения на площадке герпин сергей александрович мы очень много говорили о будущем тяжелой атлетике хотелось бы спросить у вас как у человека который знает историю силовых видов спорта и который непосредственно занимается силовым видом спорта ваш прогноз вообще на то какое будущее силовых видов спорта в нашей стране ну слушайте а вы знаете была когда-то довольно часто употребляема еще в советское время такая фраза сказанная в одном из героев классика создателя социалистического реализма в литературе человек сам творит своего счастья да и когда мы говорим о судьбе кого-то или чего-то какого-то проекта или направления или видов спорта это всегда во многом зависит от того а как это с судьбой обеспокоены те люди которым эта судьба не безразлична найдут ли они в себе силы найдут ли они в себе возможности преодолеть какие-то может быть сугубо личные интересы или амбиции какие-то какие-то местнические так сказать интересики так сказать которые очень часто мешают раскрыться объединиться взяться за руки встать плечом к плечу поэтому вы знаете время которое мы сегодня переживаем оно не простое во многом судьба тех или иных направлений деятельности человека спорта в частности силовых видов спорта конкретно зависит от экономической ситуации составит положение дел в тех или иных странах в России в данном случае но все-таки в большей степени это зависит от того насколько активными насколько настойчивыми эффективными работоспособными будут те люди которые на площадке развития силовых спорта работают а поскольку Россия страна с выдающимися традициями силы и силовых видов спорта и не только потому что мы чтим историю русской атлетики и воздаем должное основателям ее чьи памятники стоят в ходе между альцами эти традиции закладывались из древних они веками культивируются на самом деле так же как не независимо от изменения пристрасти и вкусовых каких-то так сказать ощущений о любовь к силовым видам у нас в стране и молодежной аудитории и не только иными словами у нас и традиции и практика и настоящее и прошлое и будущее замешаны любви к силе и я уверен что есть все основания для того чтобы осмотреть будущее с оптимизмом другой вопрос что сегодняшний спорт находится тоже на определенном переломном этапе мы видим какие кризисные явления процессы происходят в тех и иных видах олимпийского спорта это не случайно это очень мир изменился люди изменились изменилась жизнь человеческого общества не предмет сейчас сегодняшнего разговора в какие-то детали глубину иными словами спорт ищет себе появляются новые виды спорта которые я уверен еще скажем в середине прошлого века рассматривались бы не как спорт а как какая-то непотребная экзотика которые близко нельзя к спорту а сегодня те дисциплины по сокращенной программе включаются в олимпийскую и напротив дамоклов меч возможного исключения сегодня нависно над той же тяжелой атлетикой о чем это говорит о том что ничто не стоит на месте о том что для того чтобы сохраняться и развиваться нужно искать нужно творить нужно думать нужно быть очень творческим экспериментаторски настроенным человеком нужно искать новые формы не только чистота и антитопинговая политика создает сегодня будущее спорта хотя она безусловно необходима по одной простой причине в грязном спорт по определению не может быть ориентирован на большой коммерческий результат потому что широкого широкой или длинной скамейки спонсоров у него просто быть не может на самом деле но надо искать новые формы новые формы соревнований новые упражнения новые креативные зрелищные форматы подачи к своему в частности в сегодняшнем разговоре не могли конечно с такими выдающими себе представителями интернет сообщества которые сидели за одним столом мне коснулся темы хайпа куда же сегодня без хайпа но вопрос возникает в том этот хайп это просто некое особняком стоящее по отношению к спорту некое действие которое на потребу какую-то да является таким привлекательным манком не имеющим отношения к самому спорту или хайп можно породить самим спортивным действием создать нечто такое чего еще не видела широкая аудитория от чего она она придет в изумление восторг и поневоле так сказать восприниматься на уровне хайпа иными словами нет предела совершенства и будем стараться двигаться и работать в тех направлениях которые позволят силовим видом спорта стать занять подобающее место элиты спорта а я утверждаю что это спорт это виды спорта элиты ну и соответственно быть конкурентами по отношению к другим спортивным дисциплинам с точки зрения яркости зрелищности востребованности широкой аудитории а значит коммерческим успехом хорошо спасибо большое за ответы встретимся еще не раз в рамках железной веки киркой спасибо не болейте спасибо 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 Продолжение следует...